всем всем большой привет зритель нашего канала большой большой привет из батуми сегодня заключительный день нас батуми пройдем его вместе с нами сейчас заедет за нами юра лена мы вместе с вами в кабулете пойдем там на рынок но мы едем туда не за рынка на рынок это так уже второстепенно купим черчхелы домой мы с вами посмотрим какая там набережная конечно там будем купаться отдыхать потом позвонил вчера вечером эдуард с екатериной сказал что нужно сегодня нам тоже встретиться у него сегодня выходной тоже вместе отлично проведем время в общем оставайтесь сегодня со мной поехали все отправляемся с вами в кабулете смотрите поезжаем порт посмотреть пока погода стоит замечательно тепло нашей сплоченной компанией поселились в машине у друзей юридом манит дальним странствием только я ему скажу поехали куда-нибудь он скажет я работаю мы сделали остановку сейчас купим нож арбуз смотрите линия вот такой купила один ларский и 25 рублей давай я возьму на подержи пожалуйста сковородки турки она это легкие такой арбуз осталось взять а какой восемь лари а мы за 10 модель модель шаглюра это побольше который нет мы вот такую взяли детстве большая сушну классно смотрю всегда всегда на дороге дороже да 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 юран такой нам нельзя вот это как утятницу взять будем готовить нет ух ты а сколько такие со сколько стоят такие штуки а вот и все по 25 это 23 это 25 арбуз сейчас купим какой выбираем давай спасибо о чем они интересны хорошая арбуза бака булете хороший 60 раз делали все по я видела кстати по 60 но это не знаю где видит один хороший хороший арбуз нас пятеро на пятерых хорошая на пятерых большой 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 70 килограмм стоит это очень большой возьмем мы арбуз сейчас же хочешь арбуз чем мы будем мытью мы зайдем на рынок домой возьмем я домой хочу домой зайдем мы на рынок еще сейчас у нас здесь наверное мне кажется 15 лет у нас 13.90 на на сколько денег я сейчас 9 10 250 рублей вышел 14 килограмм там 9.73 но мы не брали все поехали дальше здесь еще только нет на рынке да детские врачи такие прикольные юра у тебя за работа в этот раз в этом в этом отпуске носить арбузы пойдемте на ту сторону машина поручают какую-то едем на набережную в кабулете купаться есть арбуз а может Юр надо уже здесь оставлять машину или она еще далеко нет нет поставить машину конечно на море мы грузинский язык не знаем да по-русски не написано это вот они поставили машину свои они не знают а мы знаем что есть такой знак а они не знают поэтому вот столик уже для нас есть один столик есть второй нет сумку не сбег здесь не знаю правда где мы сейчас остановимся багаж оставим блин да сумку я объезжал кинг тревел о итак друзья кабулети боже мой что тут творится сколько людей лучше нашего аквариата по-моему ничего нет вот и так далеко ехали еле поставили да очень много людей тут на друге вот это вам пляжка булете грузия 2022 год 9 августа все пришли посмотреть набережную пляж искупаться поесть арбуз от отдыхающих в этом году в грузии огромное количество огромное в том году такого не было заход хороший просто отличный ну ехать сюда из батуми не стоит это мы вам просто приехали показать погулять по набережной посмотреть ну вот он народу много что дальше поставили вот видите как она называется санрезы у них сразу мы зашли там переоделись там не доделали еще надежные ступеньки алена вот уже зонтик поставили один вот еще зонтик так так о заход посмотрим сейчас заход 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 а здесь кстати специальную обувь можно не обязательно но здесь смотрите немножко песочек там камушки короче я смотрю все почти по-разному так по-разному все сейчас будем здесь арбуз есть купаться отдыхать потом поедем в город а потом на базар зайдем что-то купим короче делаем много сыра вкусный копченый купим в общем поели арбузы от души арбуз очень вкусный даже не съели ну в общем то уже по поляшку булите сказала что ну не понравился очень много людей очень ну так заход нормальный но кто здесь отдыхает может здесь жилье подешевле но так вот ездить из батуми я не советую все вам показала все друзья два часа поем сейчас заим на рынок купим чурчхеру вкусный поедем дальше потому что завтра мы уже уезжаем много делаешь еще с Эдуардом с Екатериной встретимся все бегом бегом ну вот так вот пляж мы вам показали напишите свое мнение вернулись опять на рынок сейчас возьмем чурчхеру сырку так все мы с Ванской соль купили с тобой аджику купили чурчхеру вторая деревня вон там Лена покупала вкусная нам понравилась вот здесь мы вино покупали больше этого делать не будем оптовые цены вон там мы купили вот смотрите как у парня хорошо вино покупает вот здесь Лена где-то покупала сейчас покажет сыр возьмем сыр возьмем конечно вот все здесь пробуют по три по три лали вот чурчхела но она закрыта у нее вытепленочек ну короче вот эти хоть можно остальные разные в общем чтобы 22 было ладно собери будем брать будем и вот таких вот разных ну сделайте нам пожалуйста а это надо спросить скажите пожалуйста мы довеземся в машине в теплую довезем двое суток в половинку не надо если потом заходите и ложите а если ее нажали ничего и в овене возьмем грецкие руки вот такая пастила можно взять попробовать а со цибели сколько стоит бутылочка а со цибели сколько стоит бутылочка давай две возьмем а попробовать нет у вас а в овене грецкая сколько стоит большая 10 маленькая 5 а большая это какая а я еще грецкие орехи хочу взять какие соты лена это мечта смотри 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 какие здесь 100 а сколько эта банка стоит а 25 а 25 48 25 25 29 30 а в турции в турции на меже мёд а это вообще без муки да а вот это а вот это с мукой видишь а это только сок Да, не, вот это очень понравилось 22 хватит, жена? Какие? Вот эти по 2,50 возьмем? Четыре штучки можно? Это 3,50 Это 2,50 Это поменьше А эти? Это по 3 Какие возьмем? По 3,50? Или по 3? Без разницы? Вот эти, да? Давайте 4 штучки Инжир 15 лари, да? Да Так, а мы взяли, Юра еще взял Это как забыла, называется ежевика? Ежевика, да А сколько стоит лоточка? Короче, один с лари По 2 взял, 2 лоточка Так, нам надо еще хлебушку купить Я сейчас дам Так, ты отдал и я отдала Зачем мы вдвоем отдаем? О, молодцы Так, Юр, забирай Что там у меня? Вдвоем, да Все вдвоем покупать Вы все отдаете Вы все отдаете? Чем-нибудь, чем-нибудь Раз, 25 Два, 25 А нам будет А сколько стакан фундука стоит? 5,20 5,20 Пели всего Сегодня соберемся у нас Пойдем, склали на площадь зеленого здания Там есть пекарня Чикаки, смотри Ой, чикаки За хлебушек А ты такой взяла? Там у них квадратные есть еще А есть вон еще кто-то длинный Может, а, нет Ты такой А есть лепешка вот такая? За ваш Где он стоите? а ты такой взяла там у них квадратный есть еще есть лепешка вот такая на ваш так все мы опять на обед во вчерашнее место где мы час ночи 12 ночи по улице не тоже место все осталось заняты посмотрите на так это наши силы мы постоянно показываем сейчас ребята на тебя едят на туда посадим пока заказ делаем обед на Беклаве наша любимая вода в Паржоме на Беклаве мы нашли свой свой любимый хачапури называется царская понравились нам они очень внутри сверху хачапури и очень жаристая такая лепешечка вот какая вкусная Юра что-то не ешь а я что-то не знаю мы уедим это потому что мы этот этап набрали много чего и вот сыр, видите, внутри обалденная штука очень вкусно забыла я что такие порции харчок представляете это жесть конечно представляете одному человеку столько съесть нет, я смотрю сколько мяса много положили значит, харчок вы уже видали вот такие вот салаты эти корни огромные на десятерых мы сколько ходим в это кафе так и не можем привыкнуть, что здесь очень большие порции вот это с грибами, это с мясом так, это хинкали помещаются со сторон, как всегда у нас полный стол, 30 хинкалей и 5 с грибами, 35 и очень много-много чего было и харчок, и салат у нас все это обошлось 97 лари, 100 лари ну, 2500, короче куда ждать, чего ждать идем в Грузию, смотрите, пожалуйста вино, чача, мед все, что хочешь, пожалуйста так, значит, у нас еще раз будет, что сегодня все, заключительный день отдыха в Батуми так, все, сейчас придут к нам гости Елена, Юрий придет Эдуард придет Катерина придет поэтому сегодня у нас такой будет праздничный заключительный ответственный ужин да, спасибо так, что дверь надо прикрыть подождите-ка дверь открыта хотела вам показать так, у нас достируется вот у нас еще печенюшки мы не съели печенюшки хлеба купили как в злородном крае вот эти турецкие печенюшки так, шоколадку на стол так, что все ждем гостей ну, вы видели в предыдущих несколько кадров назад сколько мы съели отобедали сегодня это вообще, конечно, очень много ну, и квартира вообще очень удобная Ленина комната со своей гладильной доской наша комната со своей гладильной доской сейчас хочу собрать чемодан в общем, ребятам положили постельное белье в машину и пакетики чтобы они нам тоже привезли их домой сегодня купили чурчхелу это вы что-то тоже видели сейчас мусор осталось вынести в общем, такая у нас замечательная сегодня картина складывается Юрок готовится к приходу гостей отдыхает, лежит так что, все машинка достирывается вот такая красота у нас к старой еще сыр не порезали вот он а, мы еще купили с Цибири вот, смотрите, головка сыра у нас какая кофейку или воды просто Юра с Леной внизу уже все готово для празднования у нас тоже как вы переключаете канал? оно мы же включали а, Лена, а мы не будем эти персики резать потом? ну, сейчас, если кто захочет, разрежем давайте помогу так, пришли Юрий пришли Елена слава богу, еще ждем Эдуарда с Катериной да, и все у нас будет отлично очень вкусная клубника ну, давай, Юра что я хочу сказать? вот я клубнику ем да и у меня есть возможность теперь сравнить эту клубнику вот, которую мы все купили сегодня на рынке так и клубника, которая продается у нас это небо и земля вкусно, да? она настолько сладкая и вот столько вне сахара это вот что-то, какой-то клубника как с дачного участка ну, и ежевика ежевика очень вкусная и черчева очень вкусная хочу сказать еще, что персики не лежат практически на второй день они начинают портиться да, да давайте, да, персики полетим это говорит о том, что они натуральные это не наши персики, которые могут месяц храниться и ничего не будет ну, эти мы довезли хотя бы потому что мы в прошлый раз принесли все биты домой ну, да а это вот просто короче, у нас весь стол забит натур-продукт и вино натур-продукт сыр домашний вкусный, ой, очень вкусный ну, все, приятного аппетита всем ну, вообще вся продукция у них вкусная да, согласна а виноград им не попробовал еще попробуй начали провести эксперимент Лене написали зрители что будет с вином надо налить его в маленький стаканчик ну, да, попробуй опустить в воду аккуратно его опускают в воду и вино, если это, оно должно остаться внизу все, растворяется все нет, хотя, мне кажется, темная вот осталась не растворилась ну, где оно, да, оно же не все не растворилось не растворилось значит, вино значит, настоящее вино ну, у нас вообще есть так ну, это, конечно вкусно пишут нам да, у нас же нет здесь посуды подручные средства мы всегда с Юрой мечтали приехать помнишь, на праздник винограда когда еще самолеты прямые были но так и не доехали да, мы хотели поучаствовать и у нас не получалось да, давайте организуем сбор винограда да, объявление для подписчиков значит, пишите вот, надо, кстати, на моем канале тоже сказать пишите, кто хочет в гастро нет, не в гастро в винный тур аукатур аукатур по Кахити пишите свои пожелания наберется группа 20 человек сделаем всех привезем, да привезем, покажем, расскажем не, серьезно, в общем, много поступило многие Лене в комментариях написали что очень хотели бы с нами отправиться в путешествие и мы с Леной обсудим эту тему и, возможно, мы организуем с подписчиками в Грузию ааа, ну, он как этот, выглядит скажи, как он ну, я видела, но я не знаю, как он называется зеленый, в общем, обычный зеленый желательно, чтобы и желтый был желтый не, Эдуард, ну, звонить ее обязательно поем в следующем году ну, селучи солнца собрал себе и светится Юра, давай поем в сентябре еще сюда не, мы обязательно приедем надо, да, сказать тоже на моем канале подожди, давай у Эдуарда спросим что будет входить в алкатур домашнее вино почему Эдуард должен рассказать это мы должны рассказать, что будет входить а мы сопровождаем Грузию а Эдуард экскурсолог а, Эдуард организовывает алкатур нет, а я назову урожая он будет в Аркаде если не забрать, то я даже выговорить не могу на вашу винограду ну, если все такие будут сейчас я спрашиваю Эдуарда эдуард, если мы организуем тур с подписчиками человек 20, мы сможем организовать хорошую программу, да? без проблем без проблем можно будет а если в сентябре организуете в начале сентября тогда можно будет поехать участвовать, как виноград собирают вот сами можете кто поедет праздник по урожаю штвели называется этот праздник и вот для грузинов вот этот штвели, вот сбор винограда это праздник вот виноград когда собирают то песни поют этот виноград когда домой привезут и начнут сок выжимать с него тоже песни поют и мы будем петь чучелу делают а мы песни не пеем ну, и прошломодное прошломодное вино вечером на кроут стол большой и вот когда вино делают виноград собирают вино когда делают вот обязательно песню поют чтобы с любовью с теплотой чтобы вот это все сделать чтобы хорошее вино получилось а если там будет просто так собирать лишь бы собрать, закончить и потом как-то в нем делать так что вот неинтересно там спорщи удовольствие вот это все надо делать песни петь а вот этот сам процесс Юра, Юра уже впечатлился подождите, а мальчика этого возьмем? который песни поет? да можно будет тебя тоже возьмем а вот я тебя тоже вот этот вкус вообще прям сына гидель не, гидель называется когда на дереве собирают виноград вот кахетти, например, сделано так что на высоте полтора метра я сейчас тоже где-то, вот на высоте вот такой протянутой проволоки и там проходит этот виноград а вот в других регионах Грузии на дереве виноград поднимаются и на дереве поднимаются там собирают на дереве и есть такой плетеный гидель, называется это вот у него как не так, как у ведра вот такой вот расширяется там и вот между ветками эта гидель спускается так что нигде не заденет не перевернется а почему так вот форма? внизу там сидит человек это все высыпет потом опять на веревке поднимет соберет спустит, высыпет собирают и срезают вот сами виноград? виноград? не-не-не-не-не есть специальные ножницы вот с этими ножницами секатор, да? да-да-да вот с этими собирают виноград а после винограда мы нам одарили и попали о-о-о очень хорошо у нас да, я повернусь в эту сторону намечается замечательная компания нет, самое главное чтобы набралась хорошая компания вот компанейские кто любит вино кто любит песни кто любит историю кто любит вкусную еду кто любит хорошую компанию такие, которые готовы поддержать компанию которые готовы сниматься в видео принимать участие да, обязательно сниматься пишите, пожалуйста а кто любит песни милости просим на мой борт а Юра будет развлекать автобусы ой, да, Юра у нас тамадан перейдите только со мной если что будет будете танцевать не перейдите, пожалуйста я рассказываю я рассказываю что со мной вы поедете вы получите массу удовольствия мы с вами и попоем по дороге и расскажем всякие всевозможные истории а Лена у нее такой голос кто там красиво так поет а это Лена поет мы сделаем, например, такой тур чтобы мандарин собрать тоже и мандарин собрать обычные а, помощники нужны обычные мандарины у нас собирают уже с 10-15 ноября а, это вот второй тур на второй тур записывается когда обычные мандарины собирают когда мандарин уже нет но есть у нас скоростающие мандарины которые в конце сентября они желтые а, если сделать такой тур чтобы собирать и виноград и мандарин тоже одновременно чтобы один тур одни раз приехать на лобе можно такое сделать поехать я могу договориться собирать виноград соли и угли потом этот виноград когда купим можем его привезти будем сами вино делать как надо его приготавливать но в этом году в прошлом году что сделали это вино можно и пить тоже, конечно а новый все как пить а на второй день на пахмелье чтобы их хорошо с похмелью можно собрать мандары еще будет хорошо а вот их на мандары потом и холма тоже будет а третий тур где-то где-то с двадцатого по тридцатого по тридцатого сентября вот так я думаю что завтра похмелья не будет и не жду вот так мы пьем вино которое принес Эдуард можно вопрос я хотела спросить по поводу автобус у нас на двадцать человек будет да конечно будет так что все берусь я хорошо все отпирать людей знакомые знаете как можно стирать вот если это ну конечно обо всем можно все обсудить все поговорить но можно сделать так вот если через Казбеки вы будете с Владикавказа переезжать я могу встретить наконец на Казбеке остановиться да ой шикарно ну прям продумать эту программу все спасибо там спускается как мужчина я поняла вон он двигается видите вот видишь ноги пошли сверху вот он один в одном получается девушка там мужчина все все проводили по питанию будешь да да когда они друзья проводили наших друзей живут они вот в этой башне орбе у них своя квартира которую они купили и мы пожирали друг другу хорошей дороги мы уезжаем буквально завтра у них еще пару тройку дней они тоже будут уезжать мы очень рады что познакомились сейчас вот посидели в гостях у нас Эдуард и Екатерина а мы с вами пойдем пройдемся по набережной еще раз по доме покажу вам фонтаны ну и будем конечно заканчивать наше видео сегодня когда мы ходили с вами на набережной я сказала что в 12 часов ночи набережная оживает и здесь становится как днем то есть днем количество людей гораздо меньше чем вечером не бывает она поделилась вот и что мы видим на набережной велосипеды самокаты какие-то там трехколес трехколесные конструкции работают карусели и огромное огромное количество людей просто огромное сейчас подойдем с вами к поющим не к поющим а к поющим фонтанам послушаем и ну кто сказал что в Грузии мало людей отдыхает в Батуми я бы этого не сказала здесь друг друга не видишь мне кажется очень оживленно да я сейчас посмотрела на часы 00005 пять минут первого вы можете представить пять минут первого посмотри что плавится на улице вверх мост разгорает людей сколько да дальше мы с вами подошли к нашим любимым фонтанам пойдемте посмотрим все дорогие друзья на этом я свое видео сегодня заканчиваю для того чтобы плетиться с вами завтра вновь завтра мы будем уже в боржоме все пока пока мои дорогие слава все пока смешно Продолжение следует...